Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречались с девушкой год, сделал ей предложение, готовились к свадьбе, всё было отлично, жили вместе, всё нравилось. Но вот летом она поехала в Грецию с мамой на отдых и вернулась оттуда совсем другим человеком. Уже совсем не то отношение ко мне, постоянно сидит в телефоне, спрашиваю с кем переписываешься, говорит ни с кем. В телефон не полезу из принципа, подскажите, что могло случиться, может быть она там познакомилась с кем-то, может быть разлюбила меня, но что стало причиной. Она абсолютно ничего мне не говорит, говорит, что ничего не поменялось, но я же чувствую, что это не так. У нас скоро свадьба, я уже не хочу на ней жениться, но такое ощущение, что она идёт на это только потому, что уже всех пригласили, всё организовала. Я не знаю, что мне делать, я пытался с ней говорить, но в ответ всегда одно и то же ничего не изменилось. Помогите, пожалуйста, советам. Первое. Психологи советов не дают. Это первое, что нужно сказать. Второй момент, мне показалось из вашего текста, по крайней мере, что ключевой момент в том, что девушка стала меньше вам уделять внимание. То есть она вот как-то больше проводит время сама с собой, да, вот, она как-то, ну, от вас отстранилась, да, немножко, или даже немножко, и не идёт на контакт. Вот, значит, здесь очень важно увидеть, насколько вот эта потеря контакта серьёзная. То есть насколько она масштабна, эта потеря контакта, ну, вообще, понимаете, да? Вы действительно, на мой взгляд, по крайней мере, не добьётесь ничего, если будете просто спрашивать её о том, вот, что у тебя, что случилось там и так далее. На мой взгляд, гораздо более важно то, чтобы вы привлекали, ну, чтобы вы привлекали её, старались привлекать её к тем видам деятельности, ну, вот, вашей, между, между вами, которая у вас была. То есть именно стараться привлекать её к этому, вот, и, соответственно, если она, ну, как-то отказывает вам, то говорит, слушай, а тебе, ну, тебе же, как бы, нравилось, да, то есть, ну, я думал, тебе это нравится, а что, что, как бы, ну, что изменилось-то, как бы, да, вот. Вот. У меня, у меня же сложилось такое впечатление, что у вас, как будто бы и общего-то, вот, особо и нет ничего, хотя я понимаю, что, по-видимому, это звучит немного странно, да, потому что, ну, как у вас, как у вас не может быть общего, да, если вы, ну, если вы, грубо говоря, да, ну, ну, вместо живёте и так далее, вот, но, тем не менее, у меня такое впечатление складывается, что у вас нет ничего, ничего общего, вот, и, соответственно, то, что вы делаете, это, вот, как бы, как бы, к ней, ну, какие-то, вот, претензии, да, в данном случае предъявляются, вот. И, претензии, видите, они, девушки, воспринимаются в штыке, вот. А, говорить о своих чувствах, да, это очень, очень важный момент. Воспринять, воспринять, то, как вы относитесь к тому, что вам она, например, да, внимание, ну, допустим, не уделяет, или уделяет, вот, это, как раз, ну, вообще, вообще непонятно, уделяет ли она вам внимание или нет, да, вот. И так далее, то есть вот это, на мой взгляд, очень важно. Говорите о своих желаниях. И если вы болезненно реагируете на то, что она, там, как-то, как-то к вам пассивна, да, если вы болезненно реагируете на то, что она вот к вам, там, грубо говоря, изменилась как-то, да, вот, то постараться увидеть, а как именно вы вот болезненно на это реагируете, то есть именно я как на это реагирую, то есть я-то как бы, я какой, вот, я какой, когда она вот так себя ведёт или реагирует, да, вот. Как-то, каким я себя чувствую, каким я себя ощущаю, ну, вот. Это важно. Понимаете, да? Вот. А вы, вот, ну, пока, вот пытаетесь немножечко, немножечко, как мне, эээ, как мне кажется, немножечко вот, эээ, ну, в другом направлении двигаться. Это направление, это направление, конечно, как-то вот, ну, вас это направление вот, ну, несколько, эээ, ну, скатывает, скажем так, в, эээ, ну, в деструк, в деструкцию. Вот. Я бы так это сказал сейчас. Эээ, дальше. Вы пишите в телефон не полезу из принципа. Эээ, такой интересный момент, вы вроде бы говорите, что не полезете в её телефон, вроде бы, и это здорово, но в то же время есть ощущение, что вы не полезете в её телефон не потому что, например, уважаете, допустим, её личные границы, да, вот. А вы не полезете в её телефон из своего принципа. И это тоже такой, такой, на мой взгляд, весьма интересный момент, что получается, что вас останавливает именно, именно ваш принцип, а не уважение к её личным границам, например. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, тоже очень важно увидеть, эээ, то, как вы относитесь к девушке, к её личным границам и так далее. Вот. Потому что, если с этим есть, эээ, трудности какие-то, если с этим есть, эээ, проблема, вот, то, это очень, очень важно. В заключении хочется сказать, что, ну, вот, довольно, довольно часто, к сожалению, бывает так, что люди перед каким-то серьёзным событием в своей жизни могут пересматривать свои приоритеты. В общем, похоже, что с девушкой случилось именно, вот, вот, то есть она как-то вот слетала на отдых, да, как-то вот, эээ, ну, поняла, вот, что там вполне может быть, что не будет, допустим. А, ну, того, что у неё, эээ, значит, эээ, сейчас есть, то есть возможность летать куда-куда-то и так далее. Это просто страшно. Дальше. Подскажите, что могло случиться. Аноним. Откуда мы знаем? Откуда мы знаем, что могло случиться? Вот. Такая вот история, так-то да, это ваша тревога здесь себя проявляет. Вопрос только в том, чем эта тревога связана, ну, конкретно, что она из себя представляет, эта тревога. А, вот, эээ, значит, ну и да, то, что вы пытались с ней поговорить, очень важно, эээ, то, как вы говорите, вот, и как она откликается. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.